Судьбу Нины Руслановой никак не назовешь простой. Она никогда не видела своих родителей, так как ее подбросили в дом малютки. Она сама выбрала себе дату рождения, но ее обожают миллионы телезрителей и актрисы. Снималась в комедиях, драмах, сериалах, фильмах Афоня, Собачье сердце, Зимняя вишня. С участием Нины Ивановны давно стали культовыми. Кто это? А это мой друг Коля. Я тебя спрашиваю, кто это? Нина Русланова появилась на свет 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области. Обстоятельства своего рождения актриса не знает. В конце февраля 1946 года ее в возрасте двух месяцев отправили в детский дом. Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. До своего совершеннолетия Русланова сменила пять детских домов. Окончила в строительное училище по специальности штукатур. Затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. Уехала из Харькова в Москву и поступила в театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1969. Нина Русланова снимается в кино с 1967 года. Первая роль Надежда в фильме Киры Муратовой. Короткие встречи. Благодаря невероятному таланту и обаянию актриса умеет мастерски примерять на себя любой образ. Также она снилась в картинах. Тени исчезают в полдень, Афоня, Цыган, Берегите Мужчин, Зимняя Вишня, Возвращение Будулая, Киндзадза, Марш Турецкого, Участок, Папиной Дочке, Мамы, Ви и многих других. Нина Русланова была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым. Они познакомились, когда Нина училась Щуке. Студент МГУ увидел талантливую Русланову. На сцене и влюбился в брак. Родилась дочь Олеся. На восьмом месяце беременности Нине поставили страшный диагноз. Порог сердца сказали, что рожать нельзя. Но родные супруга нашли Акушера, который рискнул принять сложные роды. Также у Руслановой есть внук Костя. Мальчик появился на свет в 2009 году. Несмотря на развод, супругам удалось сохранить дружеские отношения. Актриса недолго была одна. Второй раз она стала женой оператора Равката Габитова. А около 10 лет назад у народной артистки начались проблемы со здоровьем. В 2009 году ей даже пришлось отменить гастроли из-за сердечного приступа. Еще через год ей установили митральный клапан на сердце. Через несколько лет она снова попала в больницу. У нее случился инсульт, а потом и инфаркт. Сейчас актриса не часто появляется на телевидении. Русланова с трудом восстановила речь и координацию движений. Поддерживать здоровье ей помогает дочь Олеся. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.